Первая доза вакцины COVID в Хинг Сунгун превысила 33%. Хинг Сунгун провел брифинг в Мурэймаль Мюнгпумасао для местных жителей. В то время как система сертификации вступила в экспериментальный процесс управления счастливого ухода Хингбок Тольбом, была проведена церемония вручения сертификата. Теперь можно наслаждаться путеводителем с помощью гида по виртуальной реальности тропы исторической культуры Нгарамкиль. Здравствуйте! В эфире новости недели правительство Хинг Сунгун в студии Укужанова Дина. Далее внутренние новости Хинг Сунгун за неделю. Хинг Сунгун объявил, что по состоянию на 00 часов 14 июня 15760 человек, 33,8% от общей численности населения, завершили первую вакцинацию против COVID. Это более чем на 10% опережает средний национальный уровень прививки вакцинации по стране, составляющий 22,8%. Если исходить из 70% населения, что является поворотным моментом для коллективного иммунитета, то этот показатель вакцинации почти половина, а от 48%. Центр вакцинации Хинг Сунгун «Корона-19» открылся в конце апреля. В мае вакцинация пожилых людей в возрасте 75 лет и старше несколько задержалась из-за запоздания получения вакцины. Несмотря на это, по состоянию на 11 июня 5612 человек, что составляет 97,6% пожилого населения, завершили первую вакцинацию Pfizer после предварительного информационного согласия. Кроме того, если вакцинация была отложена по состоянию здоровья, до 25 июня можно подать заявку на предварительную запись. Те, кто ранее были вакцинированы в зависимости от интервала между вакцинами Pfizer, могут получить прививку через три недели. Так, вакцинация будет завершена до четвертой недели июня. Хинг Сунгун ведет проект с использованием местных водных ресурсов. Муре Маэль Мюнпума Сао. Проводилась общественная ассоциация содействия к повышению качества воды в сельской местности. 14 июня после офиса Кап Чун Мюн в лечебном центре Синдери была проведена мемориальная конференция для местных жителей округа, специализирующаяся на проблемах улучшения качества воды в сельской местности. Идея округа заключается в использовании водных ресурсов Сомган и Чучонган, чтобы создать культурную базу. А также создать береговые рассказывания Хинг Сунг Эп, Чонг Иль Мюн, Кап Чун Мюн и Канг Ним Мюн, и использовать в качестве туристических ресурсов. Кроме того, планируется разработка тематически практических программ для содействия региональной активизации Хинг Сунг. В будущем брифинг будет проводиться и для жителей Канг Ним Мюн и Хинг Сунг Эп. 15 июня текущего года была проведена церемония вручения таблички сертификата, в то время как Хинг Сунг Ун впервые в провинции запустил систему сертификации в экспериментальный процесс управления счастливого ухода Хингбок Толь Бом. Система сертифицирования счастливого ухода Саранг Толь Бом – это проект введения в июне для того, чтобы облегчить заботы лица, осуществляющих уход, и свести к минимуму недостаток в уходе за пожилыми людьми в вечернее время, а также гарантировать уменьшение времени отсутствия ухода за пожилыми людьми в ночное время. Хинг Сунг Ун проводил церемонию вручения сертификата Хён Пан Чон Даль Сик. Проводилось вручение сертификата Хингбок Толь Бом – двум лучшим заведениям по уходу жизнедельного обеспечения. Эти заведения, прошедшие рассмотрение оценки после подачи заявления на сертифицирование заведения, прошедшего 1 июня. Управляемый режим этих заведений с 9 утра до 6 вечера. И эти заведения время обслуживания будут продлевать до 8 вечера и максимально до 10 часов ночи. Из-за COVID безопасен туризм в центре внимания. Теперь вы можете, не выходя из дома, более реалистично наслаждаться туризмом Хинг Сунг. Хинг Сунг Ун создал руководство по использованию виртуальной реальности для удобного и приятного испытания «Энкарам Киль». «Энкарам Киль», составляющий общую длину 1,3 км, как видите, был построен на месте, где в прошлом проходил оросительный канал «Хинг Сунг Эпп». «Хинг Сунг Ун переаформированная легенда исторической личности Куил Хёнг Гам. Забавный рассказ». Восстанавливая историю, установили путеводительную доску с содержанием этой истории. «Энкарам Киль» будет использоваться в качестве историческо-культурной трофеи. В последнее время можно получить доступ к этому месту через испытания виртуальной реальности. В конце разработки контента Хинг Сунг Ун создал виртуальный гид по виртуальной реальности, чтобы граждане и туристы могли более удобно испытать «Энкарам Киль», а также чувствовали себя так, как будто в реальности ходят пешком и наслаждались приятной прогулкой по тропе. После запуска приложения, нажав на адрес гида «Энкарам Киль», нажимайте на стрелку в экране для совершения легкого путешествия по Хинг Сунг, прогуливаясь по тропам «Энкарам Киль». История и сказка «Энкарам Киль» Куил Хёнг Гам Сунг Док Пи, также и «Хинг Сунг Бо» можете увидеть за раз все сразу. В будущем через постоянные обновления планируется включить различную информацию туризма, также продукты питания традиционного рынка «Хинг Сунг Гун» и специальные продукты региона особого производства. В этом году сезон дождей начался позже, чем в прошлом году. Как предполагают, что первые дожди дождливого сезона начнутся в конце июня или же в начале июня. Однако говорят, что из-за опоздания в начале будет высокое количество осадков дождей. С приближением сезона дождей нам нужно заранее подготовиться и провести более тщательный осмотр помещений и истоков водосбросного канала, чтобы избежать повреждений и ущерб во время дождливого сезона. На этом наш выпуск новостей завершается. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok